Всем привет! Я надеюсь, что это будет начало нового футбука. Сегодня на завтрак я готовлю пшенный пудинг, то есть пудинг из вот такой каши. Если вы не любите каши, если вы хотите более полезную альтернативу обычным пудингам и всяким десертам, то присмотритесь, есть масса вариаций, вы можете добавлять сюда все по желанию, и этот пудинг очень-очень популярен в Польше. Для этого нам понадобится полстакана пшенной каши. Хорошо промываем ее прям несколько раз под теплой водой. Ну, то есть раз моем, сливаем, моем, сливаем. Повторяем это до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Наливаем стакан молока, здесь же наша каша. Ставим на плиту, ой, на небольшой огонь и варим кашу 15 минут. Припасаем еще стакан молока. Я буду добавлять немножко вот таких кокосовых сливок, наверное, потому что это не молоко, они такие более густые. Но все это можно заменить бананом, если у вас есть мед, кленовый сироп, стевия, даже сахар, если вы едите сахар, то прекрасно. И я советую вам все это есть с сезонными ягодами, фруктами. Это будет очень-очень вкусно. Также вы можете класть сюда какао, что угодно. Ждем, когда каша сварится и дальше я вам расскажу. Когда каша впитает все молоко в кастрюльке, даем ей остыть, перемещаем в блендер. Я уже добавила стевию, буквально немножко, чтобы подсластить себе жизнь. Я шучу. Теперь вы можете взять стакан молока или же так, как я, полстакана молока и полстакана кокосовых сливок. И теперь все это перемалываем минуты две. А вообще лучше просто смотрите по консистенции. Нам нужно, чтобы пудинг был идеально гладким. Поехали. Он такой нежный, девочки. Если консистенция слишком плотная, добавляйте больше молока. Теперь нарезаем любимые фрукты или ягоды. И завтрак, десерт, полдник. Называйте как хотите, готов. Пудинга не видно, но мне хватает где-то на 4 порции. И такой у меня сегодня завтрак. Девочки, вы также можете перемалывать все вместе с клубникой, с другими фруктами. И давать это даже самым маленьким, если у вас ребенок не аллергик. Я очень голодная. Побежала есть. Будем готовить курочку. У меня здесь 5 филе. Я нарезала их не слишком толстыми кусочками. Отбила, посолила, поперчила, подготовила муку. Нужно все вот так вот обмакнуть буквально. Буквально. Сама бабахнула. Здесь я разогрела растительное масло. 2 столовые ложки. И столовую ложку вот такого. Это масло я опять же купила на iHerb. Я не могу сказать, что оно какое-то супер классное. Но иногда для жарки я не использую. Для выпечки тоже я не использую обычное масло. Беру вот это. Насколько это полезно? Решать только вам. Но само по себе масло имеет такой специфический вкус. Я не могу сливочное масло полностью заменить только на это. И нет, еще не готово. В общем, обмакиваю курочку и буду поджаривать. Чуть-чуточку. Там, не знаю, по одной минутке с каждой стороны. Чтобы она только подрумянилась. На ту же сковородку выкладываем натертую морковь. У меня 2 среднего размера. И небольшой лук-порей. Если у вас большой, возьмите половинку. И жарим это все минуты 2. Мешаю. Но не слишком часто. Не так, как я это мне делать нечего. Оставлю это все. И время от времени буду это делать. Бульона у меня нет. Поэтому я буду все добро заливать просто кипяченой водой из чайника. Выкладываю курицу. Вот так. Я добавила душистый перец. Около 4 зернышек. Потому что у меня много курицы. 2 лавровых листа. И посыпала все куркумой. Поперчила. Теперь накрою все крышкой. И буду это как бы тушить 5 минут. И уже практически конец. Добавляю немножко сливок. Если у вас есть кокосовые сливки, то можно использовать их. Но в этот раз я выбрала обычные. Я вот где-то 100 миллилитров вылила. Здесь явно не хватает соли. Поэтому солим еще раз. И режем укроп. Дальше я буду все это тушить как бы без крышки. Для того, чтобы немножко испарился соус. И стал более густым. Посыпаем все укропом перед подачей. Я поставила уже варить молодой картофель. И вот сегодня такой ужин. Салат еще не знаю, какой я приготовлю. Но что-то из свежих овощей. Просто пальчики оближешь. Так, девочки. Сегодня покажу вам польскую версию окрошки. Здесь это называется охотник. Но мне кажется, что где-то я слышала название свекольник. Я могу ошибаться. Но тем не менее, это одно из традиционных польских блюд. Поделитесь вашими рецептами любимой окрошки. Я бы сделала тоже ту такую, которую я помню из детства. Кстати, никогда ее не готовила. Здесь у меня литр куриного бульона. У нас был вчера на обед. Вот осталось. Но если у вас нет куриного бульона, ничего страшного. Можно это все заменить на овощной бульон. Я покупаю такие смеси на херб. Прямо пачками большими беру. И просто на литр кладете несколько ложек, солите, добавляете перец и вот вам бульон. Берем молодую свеклу или свеклу. Извините мои неправильные ударения и то, что я коверкаю слова. Я уже 11 лет живу за границей. Русский язык я использую только по работе и в общении с мамой, с детьми. И такие слова, как свекла, я употребляю крайне редко. Поэтому не обращайте внимания. Я стараюсь над этим работать, но некоторые слова просто вылетают из головы. Так вот, я нарезала 3 где-то вот таких. И нам нужны листья. Если у вас их нет, тоже ничего страшного. Но в Польше их едят. Представляете? Доводим наш бульон до кипения. Я вот нарезала все кубиками. Высыпаем свеклу. Наверное, так правильно. И варим ее минут 5. Теперь спустя 5-7 минут начинаем класть листья. Я на полном серьезе. Вот. И варим это все еще 3 минутки. Прошло 3 минуты. Я беру винный уксус, но можно взять обычный. Добавляем 1 чайную ложечку и 2 столовые ложки лимона. Это где-то, наверное, половина лимона выжатого. Варим еще 1 минуту и охлаждаем весь наш бульон. Кстати, если вам не хватает соли или перца, то, конечно же, можно все это приправить по вкусу. Когда наша окрошка остыла, выливаем пол-ли... Ой, не пол-литра, а 400 миллилитров кефира. Все перемешиваем. Вот так это все выглядит. Отвариваем яйцо. Нарезаем укроп, огурец свежий и также редис. Подаем в очень-очень холодном виде. Это правда вкусно. Сегодня у меня на обед польская окрошка. Это очень освежающий холодный суп и нереально вкусный. По плану сегодня пицца в виде маффинов. Нам понадобится для теста 320 грамм муки. Здесь у меня основная часть. Здесь буквально несколько ложек. Щепотка сахара и 25 грамм дрожжей. Это 200 миллилитров теплой воды. Потихоньку вливаю и все хорошо перемешиваю. И теперь оставляем это на 10 минут. Слушаю интервью. Добавляем в муку ложечку соли, ложечку оливкового масла и наши вспененные дрожжи. Теперь это все вымешиваем 10 минут. Тесто замешано. Я сделала из него небольшой шарик, посыпала мукой и накрыла влажным полотенцем. Оставляем на час. Для соуса нам нужны или свежие помидоры, или такие, как у меня. Не забудьте очистить от кожуры вашей, если вы уже наслаждаетесь свежими помидорами. Вот так все выливаем. А сейчас, блин, все тут разбрызгалось. Теперь нам понадобится чеснок. Просто выдавите одну, не головку, а частичку вот этого чеснока, ложечку оливкового масла, орегано и базилик. Я вот так раздавлю помидоры. Все немножко тушим. Чтобы вода испарилась, нам нужен такой концентрат. Но не передерживайте. Нужно же, чтобы все маффины были в этом соусе, правильно? Вот. Дам соусу постоять несколько минут. А пока нарежу ветчину и моцареллу. Я беру 100 грамм ветчины и моцареллу. Если мне не хватит этого сыра, я добавлю желтый. А дальше вы можете сами придумывать. Возьмите оливки, грибочки. Но грибы, шампиньоны нарежьте и поджарьте на масле. Так будет гораздо вкуснее. Можно также добавить паприку. Но мальчишки любят самую обычную версию. Поэтому я буду делать так. Даем соусу остыть. И раскладываем тесто по формочкам. Я вижу, что в некоторые формы мы наложились слишком много. Сейчас попробую исправить эту ситуацию. Но главная цель была разлечь Игната и приготовить что-то прикольное. Тесто раскладываем и даем ему 15 минут еще подрасти. Дальше будем намазывать все соусом. Раскладываем наши ингредиенты и в самом конце сыр. Тем временем разогреваем духовку до 220 градусов. И будем запекать наши пиццеринки 15 минут. Наши пицца маффины готовы. Единственный совет это раскладывать меньше теста. А то некоторые из них превратились в настоящих мутантов. Но не забывайте, что самое главное то, что вы проводите таким образом время с детьми. Я все-таки должна сказать, что это нереально вкусно. Прямо и тесто, и соус пальчики оближешь. Серьезно, попробуйте. Сейчас я буду готовить запеченные бататы с сыром фета. И еще не придумала с чем. По ходу дела будем разбираться. Бататы это сладкий картофель. Он практически везде продается. Так что я думаю, что если вы захотите повторить, с этим не будет никаких проблем. Но также можно запекать абсолютно другие овощи. Я посолила, поперчила, полила немножко оливковым маслом. Разогрела духовку до 200 градусов. Ставлю это все запекаться. Прикрою еще фольгой, чтобы они не подсыхали и не подгорали. А сама бегу в магазин, потому что мне кое-что нужно докупить. И запекаем бататы около 45 минут. Если у вас цукини или другие овощи, там уже смотрите сами по времени. Главное, чтобы они не сгорели. Мне удалось купить рукколу, поэтому будем делать песто из нее. Здесь целая упаковка. Я ее хорошенько помыла. Добавила чуть-чуть пармезана. Немного, как видите. Где-то 2 столовые ложки оливкового масла. Острую паприку. Сказала или нет? Ну, она здесь точно есть. Пол лимона. Ну, то есть я выжала его хорошо. И теперь возьму орешки кешью. У меня как раз были дома где-то штучек 10. И хорошо все перемалываю. Так выглядит мое песто. Я забыла сказать, что я еще добавила сюда пол зубчика чеснока. Достаю бататы, режу фету и будем все это накладывать на тарелку. Я очень голодная. Так выглядит сегодня мой обед. Я выложила бататы, намазала их песто и осталось чуть-чуть. Я буду все это использовать с какими-нибудь бутербродами, с чем угодно. Очень вкусно, если вы любите рукколу. И также здесь сыр фета. Можно добавить помидорки, так как сделала я. Или гранат. Все, приятного аппетита! У нас довольно поздно, а у меня появилось вдохновение сделать что-то интересное на завтрак. Утром я очень часто тороплюсь, поэтому иногда поступаю таким образом. Сейчас я буду делать ягодный крамбл. То есть, это запеченные овощи или фрукты. И сверху как бы мюсли. Если вы любите что-то такое, то вам понравится. Это может быть более такой диетический вариант, как у меня. Хотя, это смотря с какой стороны посмотреть еще на это все. Но я буду рассказывать, что чем можно заменить. Здесь у меня, как вы видите, клубника нарезанная. Но если у вас есть ревень, можете попробовать сочетать его, к примеру, с черникой. Вообще, любые сезонные ягоды отлично подойдут. Вот клубника у меня довольно сладкая. И также у меня будут сладкими мюсли. Я люблю сладкое, но никогда сильно приторно. Поэтому я не буду подслащивать клубнику. Но вы смотрите сами. Если такое любите, то чуть-чуть посыпаем сахаром. Дальше берем 2 чайные ложки любой муки. Я возьму рисовую. Но обычная тоже вполне сойдет. Посыпаю. Сейчас-то сделаю. Посыплю все двумя чайными ложечками. Может, чуть-чуть перемешаю. А здесь в блендере буду перемалывать мюсли. Полстакана овсянки. 1 четвертая стакана тыквенных семечек. Кажется, что очень много. Но где-то 1 четвертая стакана кокосового сахара. У меня такой. Опять же, если у вас тростниковый, обычный, вообще не запаривайтесь. У меня он есть. Я пользуюсь им. И 1 треть чайной ложечки соли. Да, вы не ослышались. Мюсли всегда содержат и соль, и сахар. И мне кажется, что так гораздо вкуснее. Я также покажу вам вариацию с ревнем и с черникой из кофе. Вот это будет бомба. Это очень вкусно. Это просто вынос мозга. Но сегодня буду делать такой вариант. А еще сейчас найду кокосовую стружку. Не подслащенную. И это, собственно говоря, все еще нам пригодится кокосовое масло. Если у вас нет кокосового, можете заменить на другое растительное. Но я все-таки настаиваю на том, чтобы это было специальное кокосовое именно для запекания. Пока занимаемся нашими ягодами и мюсли, разогреваем духовку до 200 градусов. Теперь что мы делаем? Перемалываем мюсли до такой вот муки грубого помола. Причем мне кажется, что такой блендер как раз хорошо справляется. Потому что вот эти с ручкой, они не так классно работают. Но у меня двойной. Кстати, у меня браун, кому интересно, это уже второй. И я бы не променяла его ни на один другой. Он очень хороший. И то, что он со мной пережил, это, конечно, вообще заслуживает уважения. Так, занимаюсь этим всем. Сюда мука. Это перемалываем. И вот когда у нас уже будет такая мука, я скажу, что нужно сделать. Поехали. Я надеюсь, что вы вместе со мной готовите. Я добавила кокосовую стружку. И теперь, когда у нас уже своеобразная мука, я кладу 2 столовые ложки кокосового масла. А клубника тем временем выглядит вот так. Теперь еще раз все перемалываем. И практически готово. Посыпаем этим всем клубнику. Может, это выглядит так себе. Но когда вы это попробуете, вы скажете, Оля, почему ты не поделилась этим рецептом раньше? Это так вкусно! Вы не поверите. Пока не попробуете. И теперь отправляем наш крамбл, более здоровую версию, в духовку где-то на 30 минут. Но после 20 начинаете заглядывать, чтобы он не подгорел. У всех разная духовка. Я всегда так минут 25 держу. Когда он начнет немножко подрумяниваться, все, достаем. Девочки, дома такой аромат вы себе не представляете. Можно подавать даже с мороженым, с йогуртом, с кокосовыми сливками. С чем придумаете? Можно просто так есть. И вот такой порции мне хватит на много-много раз. Все. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам было интересно. Если вы за такие видео, не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Сохраняйте в закладке, чтобы не потерять. Всем пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. И приятного вам аппетита.